Девочка-пай Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вас приветствует коллектив программы «Печорский калейдоскоп». В студии Наталья Нагорнова. Смотрите в выпуске. Акция «Свеча памяти» и «Минута молчания». Скорбная дата в истории нашей страны. Выборы-выборы. Назначена дата – 19 сентября этого года. Что будет? Благоустройство площади юбилейной продолжается. Подробности масштабного проекта к юбилею республики. Самое главное – здоровье. Как сохранить и где лечиться? Мы спросили печорцев. Выпускные прогремели. Кем быть, бывшие одиннадцатиклассники? Мы предлагаем. А теперь об этих и других новостях подробнее. В День памяти и скорби в Печоре почтили память павших в Великой Отечественной войне. 22 июня 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны – Великой Отечественной. Четыре долгих года наша страна воевала и победила в битве со страшным врагом. Отстояла свободу и независимость нашей Родины. Эта дата ежегодно отмечается как День памяти и скорби. В день 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны у мемориала «Никто не забыт и ничто не забыто» состоялась церемония возложения цветов к вечному огню. По разным оценкам погибло от 20 до 20 миллионов граждан Советского Союза. И я думаю, до сих пор, не тенив, которые так или иначе, не жила бы память о павших воинах наших предков, которые сражались за нашу страну. Мы сегодня со скорбью в сердце вспоминаем всех тех героев, кто не пожалели своей жизни и выстояли в этот очень трудный период. Сегодня, в этот день, мы собрали здесь, чтобы почтить память тех, кто вперед не принесли тяжелый удар врага. Мы поменим, собрали здесь вспомнить о тех, кто выстояли и не дал пройти дальше. В этот день, когда в начале войны тяжелая война, он родился почти полторы тысячи дней. И мы сражались более 20 миллионов человек. Мы вспоминаем тех, кто ценой своей жизни остановил врага на первом бюджете и дал возможность всем собраться и победить, выстоять в этой тяжелой крупной войне. Мы не можем позволить, чтобы кто-нибудь в каких-то интересах использовал нынешнюю ситуацию для того, чтобы повторно развязать аналогичные или копыли по поводу войны. Мы должны сделать все, чтобы наше небо было чистым, чтобы дети и все жители нашей страны и стали спокойны, с уверенностью, сзади, что мы знаем. Июнь рассвет, река и зло, туман над лесом, тишина. Снаряд разрыв и с неба гром. Сегодня началась война. Нельзя сказать, ее не ждали. В нее не верили, точнее. В Москве на даче уезжали. В реке ловили окуней. Полпа растерина стояла. Галдели громко пацаны. Удился голос лепетан. Без объявления войны. Мне скажет кто-то, все не новое. Давно уже не та страна. Но в памяти живут пусто. Сегодня началась война. Присутствующие на церемонии присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти». В честь павших защитников Родины в Великой Отечественной войне каждый зажег свечу. После минуты молчания состоялось возложение цветов к мемориалу. Великой Отечественной войне Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова За один час войны погибли 18 тысяч пограничников, которые, не жалея себя, своих жизней, 18-летними пацанами, отдали самое дорогое – это жизнь. За наше будущее, за нашу страну, за нашу Россию. Светлая им память! А.Кулакова 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 На этой неделе в сессионном зале администрации состоялось девятое очередное заседание Совета Муниципального района Печора 7-го созыва. В работе приняли участие 21 депутат. Первый вопрос о назначении дополнительных выборов депутата Совета Муниципального района Печора. Дело в том, что Эдуард Пец сложил полномочия, так как приступил к исполнению обязанностей начальника управления образования. Совет Муниципального района Печора решит назначить дополнительные выборы депутат Совета Муниципального района Печора 7-го созыва по одномандартному избирательному округу номер 13 на 19 сентября 2001 года. Настоящее решение вступает в силу соединения принятия и решит это официальное публиковое. Внесен ряд изменений в решении Совета о бюджете Муниципального района Печора на 2021 год и плановый период 22-23 годов, а также в решении об утверждении положения о бюджетном процессе в Муниципальном районе Печора. Кроме того, депутаты утвердили порядок сообщения главой Муниципального района о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которые могут привести к конфликту интересов. От органов местного соуправления городского поселения Путеец приняты полномочия по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан с жилыми помещениями. Также принята часть полномочий по решению вопросов местного значения органов местного соуправления городского поселения Печора. Изменено решение Совета, которое определяет порядок определения размера арендной платы за земельные участки, которые находятся в собственности муниципалитета, предоставленных в аренду без торгов. Ряд вопросов касался безвозмездной передачи в пользование муниципальных объектов. Помещение получит спортивная школа Олимпийского резерва города Печоры, физкультурно-спортивная общественная организация Федерация каратэ Печорского района, а также Почта России. Завершающим вопросом повестки стало внесение изменений в решении Совета муниципального района Печора об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Совета муниципалитета, которое поддержано депутатами. Итак, назначена дата выборов депутатов Советов городских и сельских поселений. Дополнительные выборы депутата Совета муниципального района Печора. В единый день голосования 19 сентября на территории муниципального района Печора пройдут выборы депутатов Совета городского поселения Печора 5-го созыва, городского поселения Кожева 3-го созыва, городского поселения Путеец 3-го созыва, сельских поселений Каджиром 3-го созыва, Озерных 3-го созыва, Чикшина 4-го созыва, Приуральская 5-го созыва. Соответствующие решения приняты на заседаниях депутатов Советов городских и сельских поселений. И дополнительные выборы депутата Совета муниципального района Печора 7-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 13. Вы смотрите Печорский календоскоп! А мы продолжаем выпуск. На площади юбилейной продолжаются работы по благоустройству. Это реализация большого проекта по высадке цветочной композиции, посвященной 100-летию Республики Коми. Специалисты производства ценно-технического комплекса совместно с главным архитектором администрации муниципалитета сначала обозначили контуры будущей цветочной композиции. Следующий этап – посадили рассаду цветов. Клумбы в виде двух бриллиантов будут располагаться напротив друг друга, рядом с центральной территорией. Согласно проекту, каждый из отсеков композиции будет заполнен цветами. Параллельно начались работы по высадке цветов в озоны, клумбы на других площадях города, парках и скверах. Мы смотрим Печорский калейдоскоп. Самое главное – здоровье. Согласны? Мы спросили печорцев, насколько им доступно сохранение доброго здоровья в условиях нашего маленького северного города. Абсолютно неудобно. Почему? Ну, как, та организация, в смысле та первая поликлиника более подготовленная, и потом добираться сюда очень неудобно. Ну, короче, масса неудобств, одни неудобства для людей, скажем так. Ну, как вы думаете, что можно сделать для того, чтобы людям было удобнее все-таки? Ну, эту ковидную истерию прекратить желательно. Вы автовладелец, а большинство все-таки добираются на автобусах. Как вы думаете, насколько это удобно? Вот именно неудобно. Это раз. А, во-вторых, есть еще такой нюанс, как собаки в железнодорожной части. Их очень много. Именно почему-то в железнодорожной части. Первую поликлинику нужно возвратить на свое место. Желательно, конечно. А как тогда разделить потоки? Ну, я не знаю. Ну, самое удобное, самое оборудованное, самое отремонтированное, это первое. Ну, значит, она должна быть поликлиникой. Ну, а все остальное, как-то нюансы надо там, я не знаю, госпиталь можно бы под ковидку. Или ту же, вторую. Вообще неудобно. Почему? Ну, потому что с той части ехать сюда. Это вообще неудобно. Из-за отсутствия автобусов? Ну, при чем из-за отсутствия автобусов? Времени нету, далеко добираться, потом обратно. Нет, неудобно. Ну, как лучше? Обратно открыть первую поликлинику? Мне кажется, лучше обратно. Тем более у бабушки, дедушки, молодые, мамы и все это прочее. Конечно, лучше к нам. А как тогда быть с разделением потока ковид больных? Вот этого я не знаю даже. Это очень неудобно, потому что в этой поликлинике, которая разделена на первую и вторую части, лежат не только ковидные больные, но и другие больные, к которым ходят посетители, ходят родственники и невозможно попасть так. Вот в этом вся прелесть. Ну, сюда надо пускать дополнительный транспорт. Имейте в виду автобус с определенной остановкой. И это вопрос очень решаемый, просто никто не решает его. По вашему мнению, не целесообразно разделение потоков вот так вот на две поликлиники? Оно целесообразно, если поликлиники будут специализированы. А когда одних перемещают с одних помещений в другие, это не целесообразно абсолютно. Как, по вашему мнению, нужно поступить? Обратно открыть первую поликлинику для всего потока? Ну, во-первых, поликлиника, она для этого и служит. А во-вторых, ну, определенные неудобства, конечно, есть. Дело в том, что эта поликлиника находится на отшибе. По всей видимости, строилась абсолютно для других целей. Почему? Ну, потому что никуда не можно записаться. Даже по госуслугам пытаются записаться к врачу, и я не могу записаться. Ну, я считаю так, что нужно... Если ты живешь в ЖД-части, значит, ты должна проходить свои поликлиники во второй. А не ездить туда. Это очень трудно и плохо. Нет, ну, для ковида, конечно, пускай будет отдельная поликлиника. А именно люди, которые хотят прийти на прием по состоянию здоровья, чтобы она была, естественно, отдельная, не совмещалась с ковидом. До второй поликлиники, ну, объективно, довольно-таки неудобно добираться, особенно жителям речной части. Да, вот, да, речной части. Ну, значит, допускай сделают как-то... Ну, в той же части есть же... Ой, как же называется? Еще одна поликлиника. В госпиталь, да. Пусть откроют в госпитале, для которых, для нормальных людей. Ковид пускай оставят первый, а госпиталь им тогда... В той части-то лучше добраться до госпиталя и пройти там обследование. С одной стороны, это удобно тем, кто живет в ЖД-части и в речной части. А так как та сейчас закрыта на карантин городская, довольно-таки неудобно. Почему? Ну, большой наплыв людей сюда, нагрузка на врачей, плюс люди сидят в очередях тоже очень долго приходится. И специалистов не хватает. С речной части сюда довольно-таки сложно добираться. Потому что поликлиника находится далеко от основных остановок. Как вы думаете, что с этим можно сделать? Ну, я думаю, что можно бы дополнительный рейс автобуса пустить. Остановка здесь недалеко. У нас доставка инвалидов вообще в городе очень плохо. Даже не знаю там. Все поставлено на самотек, скорее всего. Потому что люди кто как может, так добираются сами. Первую поликлинику стоит открыть обратно на обычный прием, а не только на ковид? Конечно, конечно. Здесь же у нас работают и ковидники, и простые приходят, и ничего страшного. Соблюдайте мир безопасности и все. Не очень удобно. Потому что с той части, вот я хожу, собираю документы для своей сестры на инвалидность. Она живет в той части, я в этой. Мне приходится от нее ехать домой, потом идти сюда. Это неудобно. И транспортное сообщение, очень редко автобусы стали ходить. И далеко. Мне уже тяжело. А насколько целесообразны, на ваш взгляд, подобные разделения? Мне кажется, это не целесообразно. Почему? Потому что там, в той части, тоже люди старшего возраста, так скажем, живут. И им сюда добираться, это большая проблема. По вашему мнению, первую поликлинику стоит обратно открыть? Ну, там, мне так думается, там надо сделать ремонт и открыть все-таки. Для людей так удобнее было бы. Ведь вот госпиталь, он работает совершенно обособленно и в стороне. Там было бы удобнее, мне кажется, ковидников лучше принимать. А здесь все-таки сохранить эти два потока. Вы смотрите Печетский калейдоскоп. Хотите попасть на службу в ОМВД? Тогда наш следующий сюжет будет вам интересен. Достойное денежное довольствие, широкий спектр социальных гарантий делают службу в органах внутренних дел престижной и востребованной. Вот посмотрите, это анкета. Анкета не сложная, ничего сложного в этом нет. Сюда пишите свои автобиографические данные, сюда заполняйте дату рождения, ваше образование, наличие либо отсутствие судимости. Вот сюда заполняйте своих близких родственников. Мама, папа, родные, братья, сестры. Обязательно надо указать фамилии, если ваши родственники меняли их. Проживание, то обязательно прописать отдельно регистрация там-то, там-то, фактическое проживание там-то, там-то. В этот раздел вы заполняете своих близких родственников, постоянно проживающих за границей. Сюда заполняйте данные вашего паспорта, данные загранпаспорта, если у них есть. Номер снился вашего, ИНН, автобиографию, которую я вам уже дала, там, видимо, она положилась, пишется в произвольной форме. Примерно о чем писать вот здесь указано. Как распространенная ошибка является о том, что вот как тут написано, вот так вот через дефисы и кандидаты заполняют. Вы можете писать произвольно, но одно предложение должно вытекать из другого. Необходимо заполнить минимум вот этот вот на обратной стороне. Чем больше вы напишите, тем лучше. Также дату пока не ставьте. Когда принесете анкету, мы звоним. Помимо этого, вам надо будет заполнить заявление от ваших родственников о том, что они не против, что в отношении вас и их будут проводиться спецпроверки. Кандидат направляется в отделение по работе с личным составом, где он пишет заявление о приеме на службу, заполняет данные анкеты, автобиографии, предоставляет свой паспорт, ИНН, СНИЛС, диплом. Для мужчин в обязательном порядке необходимо предоставить военный билет. Бывают такие случаи, когда кандидату может быть отказано в приеме на службу. К таким ситуациям можно отнести наличие судимости у кандидата, состояние здоровья, препятствующее прохождению службы в органах внутренних дел, выход из гражданства Российской Федерации, имеющий вид на жительство в иностранном государстве. А также причиной может являться предоставление заведомо ложных сведений о своей личности. Граждане, поступающие на службу в органы внутренних дел, в обязательном порядке проходят медицинское и психофизиологическое обследование. Решение о приеме на службу в письменной форме принимается в 10-ти дневный срок с момента поступления всех материалов на кандидата. Но не позднее 4 месяцев с даты подачи заявления о поступлении на службу в органы внутренних дел. С момента приема на службу гражданину устанавливается испытательный срок от 3 до 6 месяцев, после чего с ним заключается контракт. Служба в органах внутренних дел не является легкой и простой работой. Здесь нет места равнодушию и трусости. Она требует стопроцентной отдачи, мужества и доброты. Ведь помимо оперативной работы, на которой необходима быстрота мышления, вам придется проводить беседы с детьми и семьями, попавшими в трудные жизненные ситуации, общаться с обманутыми пожилыми людьми. Для поступления на службу в ОМВД России по городу Печорь вам необходимо обратиться в отделение по работе с личным составом по адресу Печора, Печорский проспект 17, кабинет 317, либо по телефону 7-89-34. Это были все новости на сегодня. Не забывайте, телефон нашей редакции 3-50-24. Узнали новость? Звоните. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова